Всем привет! Ну что, посмотрели первую часть? Чаек небось закончился? Ну тогда наливаем кофеек и продолжаем смотреть часть вторую. Дальше вот таких вот три тдк 3 тдк ну это тдк она самая поздняя вот из этих всех это восемьдесят шестой год европейский рынок в очень хорошем состоянии ну кроме что вот исписано а так вообще классно мне нравятся эти кассеты черненькие у меня есть уже некоторое количество ну вот это будет эти самые старые кассеты это где-то приблизительно 75 год c60 и c90 c60 и c90 у меня таких вот практически не было в коллекции теперь добавится это немножечко конечно такая покоцанная но тем не менее 75 год лента еще живая и кассеты издают какие-то звуки так тдк дальше если не ошибаюсь тут мне дают солнечки солнечки вот такая вот солнечка попалась на самом деле это достаточно редкая сонька вот это какой-то там переходной тип где-то приблизительно 87 год она отличается от обычных голубых sonic более темным оформлением здесь перенесено все в другую сторону надписи вот и встречаются такие кассеты довольно редко и мне очень приятно что мне такая попалась это первая и единственная кассета в моей коллекции вот такая остальные все просто голубенькие дальше вот такая с неродным вкладышем но тем не менее hf x 46 с большими колесами у меня таких кассет еще ни одной не было значит это кассета восемьдесят шестого года наверное японский рынок раз колеса большие вот очень прикольно красиво кассета и две вот такие кассеты достались hf с 60 1 вроде как с родным вкладышем вот таким вот каким-то голубовато-зеленоватым вторая вот с неродным вкладышем обе кассеты восемьдесят пятого года выпуска очень хорошая лента на них и таких у меня не было ну и вот это вот кучка это всем максами самый старший из них это вот этот вот максу 72 года lm c60 вкладыш конечно залитый но я ее тем не менее взял почему я потом скажу в конце этот с неродным вкладышем lm 90 многие такую знают 80-ый год хорошая кассета но лента в ней в очень-очень поюзном состоянии находятся в этой кассете вот очень хороший экземпляр попался lm 90 82 года и кассета в хорошем состоянии и лента более-менее ничего и и коробка и вкладыш все как бы родного вот дальше идем но это самый тяжеловес пока его отложим возьму вот эту кассетам udi 1 сиди 90 очень интересная кассета вкладыш это не ее родной вот но кассета очень интересная посмотрел я значительно эту кассету это у нас кассета 93 года и что примечательно у нее лента вот такого черного цвета прямо черная черная я думал что-то может быть перепутано нет посмотрел информацию оказывается эти ленты то ли полностью из кобальта сделаны то ли с добавлением кобальта и написано что у них выход на 68 процентов больше чем у обычных лент и этот кобальт он придает ему такой вот цвет о чем указано прямо на запечатке таких кассет у меня не было еще ни одной вот теперь появилась вот такая вот кассета значит это уже известная udi 2 золотистая такая вот кассета красивая вот правда мне в родной упаковке а упаковка от udi xl 2 сожалению самой кассеты в этот udi xl 2 золотой maxel не было вот была такая кассета но тоже неплохо хромовая замечательная кассета ну и последний экземпляр это вот это xl 2 с 90 на самом деле такая классная тяжелая хромовая кассета вот это у нас 88 год выпуска такая прямо держишь ее в руках аж приятно и что я хотел сказать вот про эту порцию кассет главный достоинство вот этой всей порции кассет низкая цена низкая цена вот все кассеты вот кроме этой это мне досталось бы за 150 рублей а эти за основная масса за 10 и несколько штук за 20 это просто как говорится находка находка 10 рублей за кассету там несколько экземпляров за 20 рублей так что вот ну и напоследок самая маленькая кучка 4 кассеты которые мне подарил женя он приехал из москвы и там значит по ходу дела приобрел кассеты и некоторые экземпляры у него оказались по несколько штук и он любезно подарил мне несколько кассет ну вот такой вот мэксел уди 46 замечательная кассета первого типа 82 года выпуска с родным вкладышем в родной коробке вот такая вот замечательная кассета вот такая т.д. кашечка а d54 вот тоже 82 года кассета выпущена для японского рынка о чем вы можете видеть на обложке и она даже сделана в таком же стиле как вот эти кассеты у нас эти вот да сходство наблюдается поэтому это вот одна серия 82 год только эта кассета выпущена для японского рынка тоже очень хорошая качественная лента прекрасно значит еще вот такой вот бас уже не мне подарил хром диоксид 260 минутная вот 81 год в прекрасном принципе состоянии ну кроме что вот немножко значит циферки но чистенькая клапана на месте пленка все хорошо вот отлично в родной коробочке но это вот 80-е годы а это вот ветеран ветеран sony c60 выпущена для японского рынка 1973 году просто лапушка здесь даже какой-то японец по японски подписывал вот и записи здесь соответственно тоже японский вот собственно говоря и все о чем я вам хотел сегодня рассказать всем кому было интересно смотреть это видео ставьте лайки вот тот кто еще не подписался на мой канал подписывайтесь желаю всем хорошего дня и до новых встреч на моем канале пока